У нас сегодня 23 мая, и мы собираемся... Да мы не собираемся, мы уже выезжаем. Собираемся мы уже полторы недели. Да, но сегодня мы поедем вот у нас. Все, едем мы в деревню Саратовскую область. Ну, во-первых, проведать родственников, во-вторых, посмотреть наш дом, и в-третьих, протестировать как следует уже наш автодом. То есть всю неделю, там сколько мы будем, я еще не знаю, от двух недель до месяца, наверное, там пробудем, мы будем жить по традиции уже в этом самом, в нашем домике. Пропустит. Добрая какая девушка. По традиции будем жить в домике, ну, в машине, короче. Поверните направо. Ксюха будет жить в доме, потому что пока третьего спального места у нас внутри, к сожалению, нет. То есть можно там переночевать разово. А шут перестраем. Да, разово переночевать втроем на спальном месте, все равно позволяет, но некомфортно. Поэтому пока так. Задача испытать во всех стихиях всевозможных нашу получившуюся конструкцию, вот, и понять, что нам хватает, что нам не хватает. Так что отправляемся, ехать нам долго, тысячу километров, одним днем, наверное, не успеем, потому что планировали выехать в районе шести утра, сейчас двенадцать. Одиннадцать. Вот, поэтому, скорее всего, ну, в теории, Яндекс говорит, что мы в 23.57 приедем, то есть не так все страшно. С другой стороны посмотрим, если устанем по пути. Ну да, мы вон запрыгнем на кровати, баеньки. Ну вот, так что, отопитель у нас есть, кровать у нас есть, электричество у нас есть, у нас все есть. Живи не хочу, как говорится. Вот, поэтому пока не мчим, а там уже по обстоятельствам. Все, это видео, наверное, будет дорога. Да. А я все думаю, наверное, мы, вот, я точно, мы сейчас, поскольку едем отдохнуть от всего на свете, попробуем ежедневные вложки снимать. Ну, ладно, не ежедневные, через день, вот. Два дня будем снимать, да. Потому что нам надо интернет там словить, подключить, там не ловят. Да, да, то есть там только мегафон работает. Ну, работают все, но интернет... Ну, МТС там вообще не ловят. Ну, вот прям, длили-длили. Да, просто едем. Не будем забегать вперед, пока просто едем, наслаждаемся путешествием. Так давно я, собственно, хотел уже вырваться. Потому что на этой машине у нас было только, ну, если такое, более-менее длинное путешествие, всего одно. Ну, это мы из Чечни, из Газармеса гнали машину, сколько там, 800 километров получается. Вот. И, собственно, больше у нас поездок на этой машине и не было. Не, ну, были, естественно, здесь по... То есть, поставим, проверим. Очень интересно, на самом деле, насколько будет комфортно вот сейчас тысячу километров проехать. Потому что, когда мы с Чечни ехали, вот не помню, то ли 750, то ли 800 километров, я вообще не понял, что мы куда-то ехали. То есть, настолько налайтимы, я имею в виду в плане комфорта и удовольствия от езды, что я был впечатлен. Хотя машины у нас, предыдущие, все были, собственно, такие нормальные, мягко говоря, для путешествий, шикарные. Но это прямо превзошло все ожидания. Ага. Поэтому, ну, на дорожку нам как раз, конечно, дождик, мы же вчера машину помыли. Да. У нас традиция, когда мы моем машину, обязательно идет дождь на следующий день. А то и в этот дождик. А вот. Ну, сейчас выберемся из города. Еще важный минус такой жирный, но не могу не сказать, потому что, блин, у меня зимняя режима, причем настоящая зимняя липучка. Это очень нехорошо. У меня есть комплект летний, но он настолько оголеный, что я буду заказывать нормальный, ну, как относительно, нормально, скорее всего, какой-то корейский летний комплект. Но уже по приездам не успели мы все это дело сейчас делать. Но зимняя резина новая. Не шипована именно липучка, поэтому пока еще не настолько жарко. В Саратовской области там вообще ночью до плюс четырех, плюс трех, то есть почти замороз. Поэтому, я думаю, все будет нормально. Но ехать будем с расчетом на то, что у нас резина не по сезону. Все сказал, поехали. Погнали. Ну, надо только через пробки выбрать. Это точно. В пробки мы тихо, медленно пытаемся выехать из Краснодара. Клубника, кстати, сто рублей, вон, я вижу там. Ура, клубника. Вопрос только сколько? Горточку? Ну, да, хороший вопрос. Кубани умеют ценники ставить, так, чтобы никто не догадался. Ну, типа, подъедешь, спросишь, а они потом расскажут штучка. Сто рублей, что ли? Хотите клубничку за 100 рублей? Нет. Не хочешь? Нет. Да, ну, кажется, рано еще. В счет того, какая погода в этом году стояла, в лучшем случае тепличная. Ну, так-то я согласна. Она такая неопыляемая, без запаха, без вкус. Ну, вот я сколько хожу, ну, не пахнет клубникой. Никакой. А сейчас моду взяли этим самым, начали пшикать ароматизатором. Чтоб запах был? Ну, да. Проходишь, а оно пахнет. Ни у кого не пахнет, а вот 10-го продавца проходит, как будто, я не знаю. Обманщики, да? Жулики. Жулики. Сколько там нам? Нам ехать сколько? Нет, пробочка сколько у нас. Не большая. Нет, не большая. Здесь просто поворот, они там часть поворот, плюс обочечники тут. Здесь все время так и хирурят. Ну, да. Ладно, едем, чего что-то. Становились мы на заправке. Вот, сколько мы? Мы уже час в пяти. Ну, что, полет нормальный. А вот, а еще вот здесь рядом с заправкой расположена эта самая ярмарка. Смотрите, уже арбузы продают. Вот, страшно представить, что это за арбузы, потому что, ну, конечно, рано еще. Не просто рано, а очень-очень рано. Мы подъезжаем к первому пункту оплаты. У меня что-то такое ощущение, что опять подорожало. Я, может, кажется, что-то путаю, но мне казалось, что первый пункт что-то стоил 180, что ли, а сейчас написано 220. Не помню. Кто знает, было подорожание на трассе М4, на Блоке, на Джить-Колин. На что-то вот я почти уверен, что было 10 раз. Ну, ладно. Ну, да, не будешь по полям объезжать. Отдадим денежку. Еще и захочет, не хуже, не вон, решетки ездят по нас, чтобы срыва не было. Не, ну, вот здесь, вот по травам. А, мров ты не видишь, да? Ой, точно. Ну, ладно. Посмотрим, сколько стас. Сдерут. Мы, кстати, ровно, почти ровно два часа в пути. А почему класс 2 пишет? Ну, легковая у нас. А? Какие были? Вы хотели по осям. Разбужу купить? Да. Это класс 2, да, уже? Вот какая. Спасибо. Чек не надо, да, тут прыгать? А что с ними класс 2? Вот так вот. Ну что, не легковые, что ли? Нет. Ну, они говорят, не по этому, оказывается. По высоте, по осям. Больше 2 метров, я говорю, ну, конечно, будет. Ну, все, класс 2. 340 рублей, ни хрена себе. Не ожидал? Нет. Да, я-то думал, что нам сейчас дешевле будет ехать, чем с прицепом мы ехать. Нифига, поход, то же самое. Странно, я думал, что категория, ну, легковые, это там одна категория. Мне кажется, нет. Ладно, что делать. Интересно, сколько, кстати. Мы в конце, но мы едем. Ну, километров, наверное, 200, там, может, 250. До Воронежа не доезжаем и будем выходить на... Ну, выходить с трассы. На гугл-чартах, мы говорим. Ну, вот. И, соответственно, посчитаем, сколько нам платный участок стоит. Да, вот у нас по километражу этот платный участок будет... К километров, наверное, 500. Где-то так, 600. Подъезжаем к очередному платному участку. Сейчас мы снова отдадим какую-то часть денежки. Да, тут, кстати, трасса свободная. Как тебе, Ксюха? С пути. Удобненько? Угу. Добрый день. Ну вот, класс 2, 240 рублей. Снимаешь? Да. У нас тут перекус. Не хватает. Надо сделать поворотный клинек. Не все, конечно, кушают. У тебя, вроде, такое нельзя. Вкусненько? Угу. Угу. Ну, сейчас мы на путешествуем. Потом будем там что-то додумывать, доделывать, да? Угу. Осознавать, дорабатывать. На самом деле, хочу теперь экспресс длиннобазный. G2500. У него длина, я не помню, сентября, равно 70 больше. Вот. И вот этих 70% катастрофически не хватает. Ну, плюс, что-то теперь понял, что другую машину я точно не хочу. Первый раз, наверное, в своей жизни я вообще никакой другой машины не хочу. Как экспресс покорил твое сердце. Просто. Не, мне очень многие нравятся, тот же. Этот самый. Да, ну, многие. Но у многих, из тех, которые мне нравятся, есть все равно какие-то альтернативы. Ммм. А экспресс вообще без альтернативных. Комфорт у него почти как у Роллс-Ройса. То есть едешь вообще как вот, как на облаке. Да. Вот. Полный привод. Мощный мотор. В общем, зачетная машина. Ладно, приятного аппетита нам. Три часа мы уже в дороге. Да. Уже к Ростову подъезжаем. Я говорю, вот впечатление от езды по трассе. Вот реально как на 140-ом Мерседесе. Вот машина, она, ну, настолько подвеска интересная. С одной стороны, очень простая, как велосипед. А с другой стороны, вот он прям, как одно целое, такой, прям, приседает. Ну, как ты вот так, на этих самых, на каких-то хабах, он не бьется там, не начинает его со стороны в сторону кидать. Ну, прям, целиком, ну, по-моему, есть, приседает. Блин, короче, офигенно. Как они сделали такой фургон, я не понимаю, как я его пользуюсь. То есть, по сути, я же говорю, обычный фургон, самый-самый-самый простой. То есть, это Газель. Настолько простая конструкция, что дальше у него просто не было. Мне кажется, Газель, наверное, сложнее. Вот. И при этом уровень комфорта какой-то запредельный. Как будто тут какая-то супер многорычажка, гидроподвеска стоит. Блин, у нас есть такое место, вот, по дороге в деревню. Там есть участок 20 километров. Я его называю обычно гибростенд. Там вся дорога побита, вся в заплатках, вся в ямах, вся в дырах. И вот сколько машин у нас было, мы все время доедем. И вот там показывается все. Блин, ну, по асфальту, по городу, даже по плохой дороге, и все равно всех вот этих косяков не заметишь. Да, вон. А вот интересно, как экспресс там себя проведет. Прям очень интересно. Скоро узнаем. Это да. Да, заценим. Заценим, конечно. Ну, и в общем, едем мы, едем. Располку мы подъезжаем на шуму. Да, шустренько. Да, только на 70 минут. Подъезжаем мы к очередному платному участку. 580 рублей мы уже отдали. Сейчас мы узнаем, сколько еще заплатим. 105. Да, вот это класс 2. 105 рублей. Впереди Ростов-на-Дону. Или, можно сказать, сбоку. Да, мы его объезжаем, грубо говоря. Ну, 3,5 часа мы подсчитали. Ага. Мы замчались с Краснодара до Ростова-на-Дону. Вот они здесь задумали. И, в общем, шустренько. Отлично. И совсем не устали. На кресле домашнем, как в диване сидишь. Ну, да. И вообще... Да, экспресс, конечно, для путешествий машина. Изумительно классно. Я согласна. Еще хотим, ладно, согласна. Везде, где-то там виски кресел ты нигде не видел. Как здесь. Как правда, блядь. Как хочется. Сесть там, пусть в телевизор взяли. Попиваю капучино. Сидеть там попертого. Ну, то можете с лишним. Да, иди, я самый рад. Аксай, наверное. Икея сейчас проехали. Которой больше нет. Икея, которую больше нет. Брошит. Там для меня горит очаг. Да, Кирилл? Реклама Икея. Скучаешь по Икее? Очень. У меня на самом деле Икея мне всегда жутко бесило. То, что ты, блин, не можешь войти в тот отдел, в который тебе нужен. Где надо весь магазин 16 километров пройти, чтобы купить там, я не знаю, вилку. Ужасно, мне нравится. Я не думаю, что это прям гениальное решение, гениальное решение. Типа пока ты будешь идти, ты еще что-нибудь купишь. Ну, понятное дело, но я в 95% случаев, если где-то можно в другом месте купить там что-то, или если мне не нужно там много чего-то покупать, то я не пойду в Икея. Именно вот по этой единственной причине, потому что мне просто в лом обходить вот весь магазин по этому лабиринту, чтобы купить какую-то там ерунду. Короче, фиггер. Ну да. Ой, едем, едем, едем. Нам 321 километр по прямой. Ой, Ксюш. Ой, пап. Ой, Ксюш. Ой, пап. Ой, что? Ксюш. Ой, Ксюш. Если Ксюш сказала, будет брокколи есть. Тканец вкусный, я уже ела его. Сколько раз ты ела брокколи? Ну, столько, сколько ты их готовила. Да ладно. Да. Ну, ладно. Ты их, наверное, раз, два приготовила, я приела, вкусно. Ну, что-то я не увидела к тебе такого. Мама, приготовь мне брокколи, я так хочу брокколи. Не знаю, брокколи как огурец. В рост не хотела тебя загружать в ракуре. Думаешь? Брокколи как огурец, вкусный. Брокколи как огурец, да. Огурец как сосиска. Боюсь. Что-то какая-то пробочка, да, впереди. О, да. Вон, смотрите, какая она красная. Ну, опять ремонт дороги. Думаешь? Под речком-то ехали, да? На заправку, да, хочешь? Да. Установились мы. Ножки размять. О, Ксюха к нам тоже вышла. Ага, надо прогуляться. Ну да. Ну, погодка еще такая прям хорошая. Ни жарко, ни холодно. Такая машинка у нас прям красивейшая. Серега там что-то связь, наверное, ловит, выкладывает. Блин, красиво как, а? Вообще, класс. Сложно верить после таких времени в машине. Ну, ты еще так сидишь в таких позах, там, как турецкие, не знаю, там, султан. Серега нас ждет. Да, ладно, погнали. Это время уже сколько? Без 24. Как-то мы на этот раз, блин, поздно выехали. Ой, Серега удумал, лобовое стекло нам почистить. Как моешь, посмотри. Да, там такие... Ну, ты сказал, жуки. Вот оно прям по всему лобовому стеклу. Вот они прям упали смертью храбры. Чуть отъехали от Ростова, и вот она. Причем в прошлом году здесь, ну, плюс-минус здесь где-то была вот эта фигня в позапрошлом году. Мы на Форде, помнишь, ехали, она с коробкой грелась, я все переживала. Вообще ничего не меняется. Почти 20 минут вот так едем. Да, по стеклу мне, скорее, да. Ну, вообще, кошмарно. Ты с этой стороны чуть-чуть почистила. Ну, нифига не чистится, чем-то чистится. Раньше чистили воду с нашателемым спиртом смешивали. Вот, ну да. Здесь есть средства специальные. Я заходил на заправку, там, офигенно. Против мух. Ну, да, так и есть. Ну, против. Это все. Фигни. Конечно, занятно они нам-то все. Заляпали. Смачно. Вот обойчников не пускали, и поток поехал. Потом нам обойчников пропустили, ну, не удержал. Все, опять все встает. Ну, да. Где-то мыши-то серые, а. Ну, фуры их немножко так тормозят. Вот они их притормозили, мы сразу же поехали. То есть, по сути, пробка из-за вот этих упырей, которые там в третий ряд лезут. Потом там, то есть, там два ряда, вон, знак стоит, должны в один сойтись, а получается, что три ряда приходится в один сойтись. И, естественно, все тормозит. Наконец-то мы вырвались. Нормальную трассу. Я смотрю, ты эту вот подключил, как ее УПДшка, что хочешь узнать? Ну, я хочу узнать еще раз расход трассы. В прошлый раз мы все равно, у нас такой смешанный получилось, мы в городе включили, и по городу попробуем проехать на трассу. Показал сколько у нас? Показал 12. 12,5, нет? Что-то такое 12. Ну, короче, меньше 13. Ну, вот, а сейчас по трассе, вот, будем ехать, долго Гучара у нас в 300 километров. Ну, вот, заодно посмотрим, чисто трассовый расход. Я думаю, что меньше 12 литров. Интересно. Ну, да, по городу прожорливаем, ну, все, не знаю, не хватает парочек передачек. А по трассе, что по трассе? Ну, я замерял и заправкой, то есть, ну, полный бак, потом сколько ты поедаешь, и опять полный бак. Ну, он так и показывает, ранее, где-то 12, 12,5. Ну, короче, от 12 до 13. Понятно, что тут погрешности у меня. Вот. Ну, чисто для себя просто интересно. Какой вид открывается? Подпеваетесь. Я знаю, ждет меня моя красава. Красава. Проглядела в ночь глаза. 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 Я тексты знаю. А песню такой не знает. Вот то, что я знаю. Казаки, казаки. Казаки, дети Руставы, поле, наша Родина здесь. Мы паники. Наш устав и знаком. Честра вода и уля. Мы с травой казаки. Тут меня снимаешь, она поет. Казаки. Жив в прошедшем времен. Да я тебя не остановишь. Грузилась от битвы. Трудно прагонять. А степного сизобарла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. Молодцы. Ага. Круто. Вы или нет? Вы. Ну вот, по экономичности машины. Вон, сотни километров в час, 1600 оборотов. Ну, на холостых, фактически, не едет. На часах у нас 5.09. И мы уехали в Каменск, в Шахтинский. Ну, это. Ну, ездит, будет патриот парк. Да, вот. Мы хотим у него искать. Ну, в прошлый раз так проезжали, так и мы на обратном пути заедем. Ну, понятное дело, что мы не заехали. Не заедем. Да. Ну, сейчас мы тоже на обратном пути заедем, да? Да, обязательно. Да. Потому что... Ну, просто в прошлый раз как-то мы так ехали. И я уже не помню, почему. А, блин, Макдональдс же не работает. Ты что, в Макдональдс что-то ходил? Да, я смотрю, в Макдональдс такой, думаю, опа, сейчас, блин, подвезу вас. И вы обрадуетесь. Думаю, ты что, ты пляжешь, он же не работает в Макдональдс. Слушайте, мы пока ехали с Краснодара до Ростова, там кафешки, ну, каждый километров в пять-то точно есть. Полным-полно, просто одна за другой. Выехали за Ростов, ну, если быть точнее, за Камин-Шахтинский. Все. Вот уже километров в доме 150 мы проехали. Ничего, ни одного. Вот едем, едем. Вот как будто где-то на Дальнем Востоке. То есть дорога, дорожные знаки, разметка, мосты, не больше ничего. Да, еды нет. Да, и мы только решили, что сейчас как раз пора перекусить. Вот с момента, как мы решили пора перекусить, мы уже за полтора едем, и ни одной кафешки мы просто. Нет, ну, хоть бы какая-нибудь запутала голову, потому что мы пендриваться даже не будем. Здесь просто. Да, тут такие, блин. Нам бы что-нибудь такое с крупной сиденькой. Я в Макдональск-то хотел провернуть. Да, и все. Все, вот с тех пор я ничего не видел, ни одного. И вот куда горизонт видел, Алиса тоже попросила ее найти. Она ничего не нашла. Сказала, сидите калор. Мы нашли кафе с хорошим отзывом. Ну, надо не попасть. Потому что там ремонт, дороги и проезда нет. Еда есть. Еда. Но нам до нее не добраться. Ну, Степ, какой-то издевательство. Блин, ну вообще, пенец. И заправку у кого-то, как-то, не проехали. Нашли. Сколько километров? 47 километров? Да, через 47 километров кафе. С голову не помрем, рай. Ну, нам рейден 4,9. Хочется верить и надеяться, что там будет очень вкусно. Потому что они не закроются к тому времени. Пока мы до них доберемся. Ксюша, оголодала? Пыталась найти печеньки в нашей сумке в контейнере. Не нашла. Ты больше так спрятала. Сто пудов где-то, где не ожидаешь. В контейнере лежат. В котором ничего нет. Ну, потерпи уж, доедем скоро через километров. 30 километров. 32. 32 километра, отлично. Я предлагал вам, что на Шеллигару, да, пойдемте. Ну, да, я сказала, что давай до следующей доедем. Ну, вот едем. Я же не знала, что так долго. До следующей. Если бы ты мне сказал, что следующая будет очень нескорая, я бы пошла покушала. Иногда он закрылся. Что за люди? Ну, шоссе, ну, люди же голодные едут. Что, блин, ну, пеку какую-нибудь, какая же. Ты же на любую согласна? Там одну назад делали, только к ней заезд закрыли. Блин, гениально. Чтоб галочку себе поставить, но людей чтоб не давать. Ты возмущена? Еще так. Кабунок проголодался. Да. Алиментарных печеньев похоронка не надо. Да достань до похоронки. Да нету их там. Да есть они там. Можно еще ремень отстегнуть, будет удобнее. Ну, булочку подержи. С яйцом вареным давай, с помидоркой. Вообще космос. Нет, космос. На булку грызет. Там печенька есть. Не вижу я ваши печеньки. Еще лучше. Да. Что говоришь? Пусть ест булку, что-то ты не до куропала. Да и пусть ест булку, жалко что-то. Я в детстве все время, я в детстве ни разу из булочной не принес целый батон. Ну, там корочки. Вот мы когда в Крыму жили, там эти продавались. Круглый хлеб. Круглый? Он круглый. Нет, и кирпичик и круглый был. Круглый тоже очень вкусный. Вот эта корочка бомба. И кирпичик корочку. Вообще просто ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Вкусно? Кафешка, да, домашний очаг. 4,9 рейтинг. Так что мы прям в предвкушении. Да, давай. Окей. Будь здоров. Спасибо. Выходите, говорит, еда близко. Бахнет там очень вкусно. Вот прям, ну вот очень. Ну, здесь и заночевать-то, тем более, стоять. Ну, кстати, да. Так, и места вроде тут много. Сейчас приедите. Ну, да. Прохладненько уже. Ну, да. Все, идем? Собаку там оставим. Он смотрит, смотри, как классно. Где? Вон, на твоем сиденье. Вон. Типа, чуваки, вы где? Здорово. Что мы тут отошли? Серега фоткает. Сейчас выпили, что-то вкусненькое. И закажем. Все, на заказ на вкуснях. Поехать нам, у нас через километр 30 поворот на Бугучах. Мы уже близко. Ну, да. Ну, вообще, что мы? Что мы выбрали? Вот такой вот горшочек. Ксюша выбрала котлету и пюрешку. И что мы выбрали? Борщ. Харчото вроде выбрали. В общем, ждем. Да, ну, поднесли борщик. Прочу его наливил. Прям порции такие большие. Я думала, будет меньше. Ксюша ждет. Ксюша ждет. Это я. Ты? Угу. Где-то там на заднем плане Харли Лайт. Борщик, как вкусно это. Да? Ого. Вкусно? Очень. Просто очень-очень. Борщики на эти, смотри. Да. Ничего себе. Пока нам нравится. Я тоже борщик пробовала. Прям вкусно-вкусно. Одна Ксюша ждет. Как-то ей принесут. Самая голодная. Идет дольше всех. Думаю, она голодная. Она... Она булочкой перекусила. Да, лайфхак. История выбрала. Ну что, Серега, как тебе горшочек? Очень вкусно. Харклит. Ксюша, что еще сказать? Котлета хорошая. Значит, Ксюша сказала, котлета хорошая. Как тебе? Очень вкусно. Нереально. Неглупо. Это жаркое. Почнем мы в туалет. Туда же номер есть? Да, номер есть. Вот здесь туалет, где только свет включается. Где свет включается. Не знаю. В туалете время. Пуще. В туалете включается. Сейчас поищем. Главное, сумку не забыть. Такие номера, такие кровати. Кровати. Ну, уютно. Погнали? Выключишь. Хорошо. Мы свет не могли найти. Вот он. Дурики вообще. Тут курочки вон. Есть еще. Котик жирный. Котик жирный. Да. Котик пошел. Ладно, пойдем еще к машине-то. На сколько мы покушали? Я сказала, что, ну, 775 рублей. Но я не уверена, мне кажется. Может, я... Ну, 800... 50? 870, но мы чай 150 рублей. Это чайник. И за минусом чайника чая получается более 600. Это очень-очень, девушка. Ну, да. Учитывая порции, я еще взяла суп и салат оливье. Там салат 100 рублей стоил. Но я думаю, чуть-чуть, маленькая порция. Я наемся. Я так объелась, я салат не доела. Итак, сейчас заправились. Сейчас вот меня ругали, что я недостоверно... Куда я чек-то проделал? Недостоверно информацию о расходе. Мы заправились в Кореновский. 509 километров. Ровно 509. Заправился до отсечки. Сейчас опять заправился до отсечки. На 3597 рублей 43 литра влезло. Ой, 43, господи. 73. 73. Считаем. 73 литра. Делить на километры. Делим на 509. Получаем и умножаем на 100. Нет, 14,3. Вот это показывает отсечки до отсечки. Ну вот. Конечно, там может быть какая-то погрешность, естественно. Бортовой компьютер показывает 12,5. Это 14,3. Но оба результата меня более чем устраивают. Все. Едем дальше. Нам осталось... Не собрать 430, что ли, километров. Сколько сейчас? Ну, если мы попрем до ТОЗа, то мы в 2 часа ночи приедем. Это плохой вариант. Поэтому мы уже в Новохоперске заночуем. Утром проснемся. Там будет площадь центральная станет. И утром останется на лице сон чуть-чуть. Да. Отличный вариант. Все. Орала, 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 пока мы кушаем. Все. Все в сборе. Собака успокоилась. Ладно, едем дальше. Закат какой красивый. Мы только что 30 секунд назад пересекли границу Воронежской области. Наша деревня находится фактически на границе Воронежской, Тамбовской и Саратовской областей. Там прямо в нашей деревне, если там по полям проехать, километров 5, там будет стоять такой, ну, как сказать-то, не монумент, но постамент. Ну, можно сказать, постаментом. Камень, например, стоит с крестом. Вот три области границы трех областей. Такие дела. Нет. Мы сейчас через понтонную переправу поедем. Ха-ха, да-да-да. Мы как-то ехали, но на Форде и было очень темно-темно. Мы на Форде, мы с прицепом еще раз. Ну, да. Не, ну, на Форде-то мы вообще в темноте, и я даже не знала, что это вообще такое. Ссыкотно было на замке. Да, это прям очень. Едем, вроде, мы езжаем на мост, а мост на уровне воды и шатается. И ночь вообще кромешная, там, часа три ночи, наверное. Никого нет, ни души. И ты такой едешь, вообще непонятно куда. Огромная гигантская река. И ты хлопнуешь эту реку, блин, едешь. И под тобой все шевелится. Он ваш. Реально, такой, бух, волна. Я еще еду, думаю, блин, а вдруг там это, ну, короче, какой-нибудь ремонтируемый мост. Или там сломан, или еще что-то. Я же никогда не вижу толку. Вот. Короче, так. Сыкотно было. Да, помню. Иди на право. Съезжаем на 7,4. Прямо 8 километров. И куда-то едешь. Да. Я помню, первый раз по этой дороге ехали еще ночью. И офигели. Что-то какая-то она. Ну, а здесь все ладно, сейчас дальше там. Веселее будет. Сейчас все страшнее и страшнее. О, а вот этот великий пандон. Пандон. Великий пандон. Пантон, пандон. Ну, вон как. Дон. А вот и сам мост. Та-дан, та-дан. Дон. Он же такие звуки издает. Ехали. И вот, да, вот такие звуки в кромешной темноте. Никогда не видно. Еще на форте. Свет там такой был. Можно сказать, что его не было никогда. Да, жутковато. Ну, да, едешь прям с подсветкой. Красивая машина. Образно выражаясь. Пошли. Слушайте, ну, дорога здесь, конечно, такая, но вот. Жутковатая слегонца. Правда, как будто зажгли фонари. Да. Ари, Ксюша? Вижу, вижу. Видно? Да. Они красивые. Короче, пока нам нравится на этой машине ездить. Вот по таким дорогам мы не ощущаем разницы. Что мы на трассе были. Что здесь вообще. Прям. В форте мы тут ехали 40 километров в час. Ну, я так уже, наверное, видео про спокойной ночи. Потому что темно очень. На часах почти 10. И сегодня, наверное, смысла уже нет снимать. Вы уже ничего не видно. Да, вам уже ничего не видно. Так что... Покажет только ксюльхина в спальне. Вон там. Ну, там тоже почти ничего не видно. Вот, слишком тяно. Ну, там Ксюша спит уже с собакой прям. В обнимку. Вот. Все.